В эфире программа события в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Реконструкция под контролем. В Самару проверить качество капитального ремонта домов приехал замминистра строительства России Андрей Чибес. Чем живет Кировский район и какие преобразования его ждут? Глава Самара Олег Фурсов обсудил на встрече с жителями. 4 тысячи жителей Самарской области помогали устранять последствия трагедии на Чернобыльской АЭС. Россия и Белоруссия отмечают 30-ю годовщину аварии. Российская ракета-носитель «Союз-СТА» успешно стартовала с космодрома во французской Гвиане. До этого запуск ракеты переносился четыре раза из-за плохих погодных условий и неполадок в системе управления. Ракет-носитель выведет на орбиту европейский научный спутник Sentinel-1B. В рамках проекта запланировано семь миссий по выводу на орбиту научно-исследовательской аппаратуры для исследований Земли. Самарская область заняла третье место в рейтинге по уровню развития государственно-частного партнерства по итогам прошлого года. Уступили только Москве и Санкт-Петербургу. Сегодня в регионе в разработке находится более 70 проектов государственно-частного партнерства. Почти половина из них уже реализуется. Общий объем привлекаемых внебюджетных инвестиций по разным направлениям порядка 12 миллиардов рублей. Принципиально важная задача привлечь частный капитал в сферу ЖКХ, говорят участники совещания по развитию государственно-частного партнерства в ПФО. Опыт Самарского региона показывает, что поручения президента в сфере ЖКХ наиболее успешно удается реализовать в рамках консенсионных соглашений, когда объекты коммунальной сферы сдаются в долгосрочную аренду частным предприятиям при условии, что те будут за свой счет содержать их и модернизировать. Эта тема будет очень активно двигаться. Развивать мы будем. Почему? Потому что бюджет сегодня далеко не тот в стране. Цены на нефть, цены на газ и так далее далеко не тот. Рассчитывать на то, что мы все за счет бюджетных денег любые вопросы решим. Сейчас говорить не приходится. Нам очень важно привлекать и частные деньги, отдавать в концессию, привлекать активно людей самих. У нас вокруг ЖКХ, вокруг частных инвесторов очень много спекуляций. Наша задача минимизировать спекуляции, показывать объективно, как ЖКХ меняется, как реализуются стратегии ЖКХ. Второй момент, все-таки попытаться объективно подходить к всем вопросам, связанным с платежами за ЖКХ. По итогам 2015 года в целом по стране рост платы за ЖКХ составил 4,9%. Это существенно ниже инфляции. То есть самая стабильная отрасль сегодня, в том числе с точки зрения платежей, это ЖКХ. В Самарской области успешно реализуются проекты с участием частных инвестиций. Одним из самых крупных стала модернизация городских очистных сооружений, которая была просто необходима. Как решили проблемы и вышли на самые современные стандарты очистки, рассказали заместителю министра строительства и ЖКХ России Андрею Чибису. Уникальное место, где грязные бытовые стоки превращают практически в питьевую воду. Главный элемент системы очистки – аэротенк. Здесь сточные воды постоянно перемешиваются с активным илом, где живут и трудятся над очисткой невидимой глазу, но очень усердные микроорганизмы – тихоходки. На городских очистных сооружениях запустили полностью реконструированный аэротенк. И это яркий пример государственно-частного партнерства – проект, который реализуют самарские коммунальные системы. Модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Самары за три года СКС уже вложили 1 миллиард 280 миллионов. Чтобы не загрязнять нашу природу, чтобы оставить нашу страну нашим детям и внукам чистым, необходимы новые очистные сооружения. И в городе Самаре они появились, и это большой успех и для Самарской области, и для всей страны. Впереди еще возведение нового здания механической очистки. Все работы происходят без установки производственного цикла. У нас есть надежный запас мощности. Дело в том, что количество стоков все-таки снижается, концентрация загрязняющих веществ в них растет, и это и потребовала той самой реконструкции. То, что у нас удельные показатели и по электроэнергии, и по качеству очистки стоков на достойном уровне, и то, что мы видим на выходе, оно говорит о том, что мы делаем правильную очистку. Инвестиционные программы рассчитаны до 2019 года, и программу модернизации объектов продолжат. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Андрей Чибис ознакомился и с тем, как в Самаре реализуется программа капитального ремонта жилых домов. Увидел, как меняются фасады и на что способны активисты самарских ТСЖ. Кованные балкончики, лаконичная лепнина, небесный оттенок стен. Домик будто с картинки. Столь сияющий облик он приобрел совсем недавно по программе капитального ремонта. Еще пару лет назад дом 1954 года постройки на Чапаевской сам на себя похож не был, рассказывает жительница Людмила Пронина. Они всю стену обрабатывали. Потом обрабатывали какой-то раствор, клали. На этот раствор клали сетку необычную. Есть в Самаре и инициативные жители, которые ремонт дома взяли в свои руки. Председатель ТСЖ с гордостью показывает дизайнерские изыски подъездов. Каждый этаж яркими цветами и корабликами украсили профессиональные художники. По цене, как за малярные работы. Деньги на капремонт жители собирают на отдельный счет и тратят по мере необходимости. Стеклоузно переварили, крышу сделали, полипропилен на горячую холодную воду поставили. Настоящие кулибины соорудили в подъезде портативный пандус. О своих наработках и рационализаторских идеях рассказали заместителю министра строительства и ЖКХ России Андрею Чебесу. Это еще раз показывает, что у нас много добросовестных собственников, у нас много добросовестных людей, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые делают наши дома удобнее, безопаснее. Ну и вот эти все инновации, они позволяют экономить на наших квитанциях. Есть у активистов цель – повесить на фасад табличку «Дом образцового содержания». Андрей Чебес предложил проработать с банками возможность предоставить жителям этого дома льготный кредит на дальнейший ремонт. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. Несколько десятков вопросов задали жители Кировского района, главе Самары. Олег Фурсов общался с горожанами три с половиной часа. Это уже седьмая подобная встреча. На очереди Куйбышевский и Красноглинский районы. Самые важные вопросы выслушала и Валерия Макарова. В зале ДК Литвинова ажиотаж ни одного свободного места. Десятки горожан пришли на встречу с главой города Олегом Фурсовым. Она продолжалась больше трех часов, и ни один вопрос без ответа не остался. Основная часть диалога – о благоустройстве Кировского района. Главное место отдыха жителей – проспект юных пионеров – отремонтировали совсем недавно. Теперь горожан волнует судьба парка, который примыкает к проспекту. Вот будет ли благоустроен парк имени металлургов, будет ли благоустройство? Мэр подтвердил ремонту – быть. Власти района уже готовят проекты и смету. Все работы планируются на следующий год. У нас уже есть предложение от жителей Кировского района, на что обратить внимание. Это, во-первых, тротуарные дорожки, мощение, замена аттракционов, очистка озера. Навести порядок жители просят и на площади Кирова. Если с одной стороны от проспекта глаз радуют зеленые скверы и мощеные дорожки, то с другой стороны картина совсем другая. Если мы глянем с вами на противоположную сторону, то перед нами лихие 90-е годы с разбитыми киосками, палатками и лоточной торговлей. Согласен с вами, Елена Георгиевна, это промышленный район. Давайте мы главе района сейчас зададим поручение, подготовить предложение по демонтажу этих киосков. Я так понимаю, что об этом именно вы говорите, да? Да. Чтобы площадь освободить. Конечно, да. Видеть чистые улицы хотят и в 15-м микрорайоне. Сейчас этому мешает открытая ливневая канализация. Вот она сейчас завалена вся мусором, поваленными деревьями. Там во время половодия и дождей вода поднимается, ливневка вся засоренная не работает, наш микрорайон половина в воде стоит. Глава района докладывает проблемы и уже занимаются. Оказалось, что канализация ни у кого на балансе не стоит, поэтому оплачивают работы из бюджета района. Уже определен подрядчик, который приступил к очистным работам, так скажем, на этом сооружении от проспекта Кирова. За счет средств района приведем в порядок, мы уже начали. В какие сроки приведете? Ну, наверное, нам недели 2-3 нужно, чтобы закончить там объем достаточно большой, пока начали от проспекта Кирова. Давайте 1 июня срок мне доложить. Все вопросы, а их было несколько десятков, взяты на особый контроль главы города. Следующая подобная встреча пройдет на этой неделе в Куйбышевском районе. Валерия Макарова, Станислав Левин, События. Проверить наличие договоров на вывоз мусора у жителей частного сектора поручил первый замглавы города Владимир Василенко Управлению по охране окружающей среды. По закону, собственники обязаны заключать такой договор. На деле часто люди вывозят мусор во враги или леса, устраивают незаконные свалки. Навести порядок в этой сфере управление должно в течение недели. Нарушители закона будут штрафовать. Также на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства управляющим компаниям поручено усилить работу по вывозу мешков с мусором после субботника и продолжать уборку дворовых территорий во всех районах города. Весь май пахать, увеличивать количество людей, вылезать, невзирая ни на что, дворовую квартальную территорию. И обратить внимание, Сергей Викторович, именно на это. Братской дружбы славян не бывает, уверяли когда-то организаторов славянских чтений в Самаре. Многое изменилось с тех пор. Нет уже и некоторых стран. Но уже в 12-й раз Самара принимает друзей из Болгарии, Белоруссии и России. И 12-й год подряд преподносит яркие плоды этой дружбы. За 12 лет славянские чтения и школьные конференции выросли в международную. Между собой организаторы давно называют этот форум «Славянские чтения и детская дипломатия». Она помогает преодолевать те трудности, с которыми порой не справляется дипломатия официальная. В этом году мероприятие проходит под флагом празднования 50-летия улицы Старозагора и 140-летия российско-болгарской дружбы. И это не только доклады и исследования. Много различных проектов сегодня получат свое завершение. Это как бы первый вот такой, может быть, итоговый смотр тех мероприятий, которые в различных школах города, не только в 132-й, проводились в рамках мероприятий, посвященных 50-летию. Славянские чтения помогают участникам больше узнать друг о друге, о традициях, культуре. А культуры никогда не враждуют, они обогащают друг друга. В этом году к мероприятию подготовлено 320 исследовательских работ из 110 школ города и области. Ученики 16 школ, расположенных на улице Старозагора, организовали целый исторический экскурс, чем немало удивили взрослых. Действительно, очень глубокий анализ, очень интересные факты, о которых даже мы, люди, которые достаточно давно живем в городе, не знали. И для нас они были таким приятным открытием. И это очень важно, эту работу, конечно, нужно продолжать в дальнейшем. Мы должны не только помнить нашу историю, мы должны гордиться этой историей. Много интересного о своей улице узнали и ребята, которые занимались исследованиями. И не только об улице, но и о тех, кто на ней жил и ее строил. МЭЖК построила станцию метро Победа. Я даже не знала существования такой организации. На память о важном форуме в администрации города останется точная копия Самарского знамени. А участники увезут в свои города и страны частичку самарского тепла и гостеприимства. Инесса Панченко, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин приедет сегодня в Самарскую область. Он осмотрит дом, в котором убили экс-начальника Сызранской полиции Андрея Гошта и его семью. Также глава СК проведет совещание в закрытом режиме о расследовании убийства. Напомним, в воскресенье в частном доме села Ивашевка Сызранского района были обнаружены тела двух мужчин и четырех женщин с признаками насильственной смерти. Семилетняя девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сегодня в Сызране объявлен день траура. В озере Дегтярное в Новокуйбышевске утонул рыбак. Двое мужчин ловили рыбу в заливных лугах озера. Лодка перевернулась, и они оказались в воде. На берег смог выбраться только один мужчина. Он вызвал спасателей, а тело второго смогли обнаружить только водолазы. Дно в этом месте имеет форму котлова, но около берега резкий перепад глубины. Рыбак не доплыл до берега меньше пяти метров. Опасная находка. В Тольятти прохожие заметили возле припаркованного автомобиля «Мазда» на улице 40 лет победы подозрительный черный пакет. На место ЧП прибыли оперативные службы, взрывотехники и кинологи. Выяснилось, тревога была не напрасной. В пакете находилось взрывное устройство. Его подорвали, а место присыпали песком. Авто принадлежит тольяттинской предпринимательнице. Ведется следствие. В Самарской области сотрудники МЧС России проведут командно-штабные учения по ликвидации природных ЧАЭС. Особое внимание в ходе учений будет уделено вопросам применения аэромобильных группировок в зоне ЧАЭС, авиации и беспилотных летательных аппаратов. По замыслу спасателям и органам управления предстоит реагировать на ЧАЭС, возникающие в результате природных пожаров и безаварийного пропуска весеннего половодья. Священнослужители осветили участок федеральной трассы в Сызранском районе. В акции приняли участие сотрудники ГИБДД и настоятель храма Георгия Победоносца, отец Александр. По данным полиции, здесь часто случаются аварии. С начала года в этом месте уже погибли семь человек, хотя проезжая часть широкая, состоит из четырех полос, и прямая видимость позволяет контролировать дорогу на несколько километров. В Самаре уже есть освещенные участки, к примеру, Новосадовая в районе Постниково-Оврага, а также дорога Николаевка-Черновские-Белозерки в Волжском районе. Черная пыль. Четыре тысячи жителей Самарской области участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня исполняется ровно 30 лет со дня катастрофы. На площади славы в Самаре почтили память тех, кто, не испугавшись за свою жизнь, встал на борьбу с радиацией, чтобы не допустить ее распространения. А тех, кто был, и тех, кто все еще в строю, наш репортаж. Более 600 тысяч человек. Официальное число участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Первыми в эпицентре события оказались военные летчики Александр Серебряков и Александр Иллистратов. Окончение службы в Афганистане совпало с началом выполнения новой боевой задачи кружить на вертолете над реактором и замерять радиационный фон. При этом высота была всего 150 метров. Завис, когда ДП-3 у нас на вертолеты стоит, поставил ее на второй диапазон 200 рентген. Он зашкаливал. Третий диапазон зашкаливает. Четвертый диапазон 500 рентген зашкаливает. Я сам про себя подумал, куда я попал. 26 апреля 1986 года взрыв четвертого блока атомной электростанции стал крупнейшей техногенной катастрофой 20 века. Она затронула судьбы миллионов людей. В атмосферу было выброшено почти 200 тонн вредных веществ. Больше всего радиации досталось пожарным. Огонь тушили в брезентовых робах и касках. Других средств защиты не было. К утру пожарные затушили пламя и начали падать в обмороке. Сказывалось лучевое поражение. Первоначально нехватка была личного состава. Вот 28 я назвал, 28 человек приехало. А через два часа борьбы с огнем, значит, уже 8 человек отправили в больницу. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек. Акт об окончании работ на объекте был подписан лишь 30 ноября 1986 года, то есть спустя 7 месяцев после аварии. Полностью разрушенный четвертый энергоблок был закрыт металлическими конструкциями и залит бетоном. Это сооружение назвали саркофагом. Участие в ликвидации аварии приняли 4 тысячи жителей Самарской области. Сегодня мы собрались здесь, чтобы с особой благодарностью отдать дань глубокого уважения всем, кто ценой своего здоровья и жизни ликвидировал последствия аварии. Уважаемые чернобыльцы, поражаю вам огромную благодарность за ваш подвиг. К вечному огню горельефа на площади славы возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События. На вербное воскресенье особенный подарок получили жители Металлурга. В этот день митрополит Самарский и Сызранский и Сергий осветил крест и купол нового храма на окраине города. Историю новой святыни узнала Лариса Шалафаст. В сквере на проспекте Металлургов звучит молебен. Митрополит Самарский и Сызранский и Сергий освещает крест и купол нового храма, второго для жителей Металлурга. Для этого района этот храм прям как спасательный круг, как говорится. Прихожане очень довольны, что здесь построился храм, потому что все в таком возрасте и ходить очень далеко и тяжело. Это, конечно, было неожиданностью, то, что здесь стали строить храм. Это для нас очень большая радость. Праздник такой. Поднимает купол, крест на наш храм. Для прихожан это действительно праздник. Водружение креста и купола многие видят впервые. Храм околометаллургического завода строится в честь иконы Богородицко-Казанской Божьей Матери, что очень символично для этого места. Явление святыни произошло 19 июля 1621 года. В этот же день свой праздник отмечают металлурги. Поэтому икона считается покровительницей представителей этой профессии. Этот храм стал не только архитектурным достоинством и украшением этого района, но прежде всего стал маяком божественной правды и небесного света, который мы все ищем. В Самарской области это первый храм в честь иконы Богородицко-Казанской Божьей Матери. Его строительство должно завершиться в следующем году. В Самаре открылся международный фестиваль баянной музыки «Виват Баян-2016» в планах организаторов проведения конкурсов, концертов и творческих встреч с известными музыкантами. Самару по праву называют баянной столицей России. О том, как именитые артисты передают свой опыт на творческих школах, расскажет Юлия Черняева. Пятиклассник седьмой музыкальной школы Юра Косых готовится к участию в международном конкурсе баянистов, а потому полезные советы известного артиста Сергея Войтенко слушает очень внимательно. Как правильно сидеть, ставить руки и даже приветствовать зрителей – все это, считает юный музыкант, поможет ему стать лучше и справиться с волнением. Ну а главные качества Юра в себе уже воспитывает. Баян тяжелый, сила, выносливость, стойкость духа. Когда выходишь на сцену, как бы нужно не робеть перед публикой, не бояться сцены. Для педагогов такие творческие встречи – еще один повод познакомиться не только с самим Сергеем Войтенко, но и с новыми образовательными технологиями и методиками обучения игры на баяне и аккордеоне. Я не баянист, балащик, но мне это крайне интересно, наши родные народные инструменты. Это очень важно для нас, обмен опытом, современное видение, то, что Сергей Иванович у нас ездит по стране, наблюдает там, мы здесь. Всероссийский конкурс «Виват Баян» пройдет с 12 по 15 мая в Самаре уже в 14 раз. Его художественный руководитель смело заявляет о новом, уже международном фестивале-конкурсе «Виват Баян» – «Виват Самара». Тем более, что следующий год – юбилейный для всего баянного мира. Баян родился в 1897 году в Самаре, и в следующем году мы будем праздновать 120 лет. Это особенно, мне кажется, правильно проводить встречи на Самарской земле, и чтобы Самара не только была как столица, там, где родился сам инструмент, но и, собственно, столица и законодатель МОД именно в баянной школе. Самарская баянная школа входит в десятку сильнейших школ мира. И в этом основная заслуга не только Сергея Войтенко, но и юных музыкантов, берущих в руки этот старинный русский инструмент, делая его модным и современным. Юлия Черняева, Константин Головин. События. Время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарец поплывет на летней Олимпиаде в Бразилии. Самарские дзюдоисты выиграли серебро командного чемпионата Европы. 15-й футбольный мемориал самарских полицейских стартовал на Волге. В Самаре проходит 15-й детский футбольный турнир, посвященный памяти погибших полицейских. 16 команд представляют спортшколы Ижевска, Челябинска, Перми, Тюмени, Тольятти, Отрадного. За Самару играют крылья советов. Для 10-летних мальчишек эти соревнования – отличный футбольный трамплин в большой спорт. Участники прошлых турниров, которым повезло, сегодня играют в профессиональных клубах высшей лиги. За всю историю турнира на Самарской земле побывали более 3,5 тысяч юных футболистов из 18 регионов страны и стран ближнего зарубежья. Я желаю, чтобы этот турнир прошел в атмосфере праздника, хорошего спортивного духа. Первый турнир состоялся спустя несколько лет после февральской трагедии. На улице Куйбышева в Самаре региональное управление милиции сгорело дотла. Общественный совет МВД России по Самарской области тогда решил увековечить память погибших сотрудников детским футбольным турниром. Все знают, что в 1999 году у нас произошло такое несчастье, как пожар. Погибло 57 сотрудников в пожаре. После этого возникла такая идея. Я думаю, ребята, которые на поле, тоже, как я говорил, они осознают это, понимают. Я думаю, будут помнить это однозначно. Полицейский мемориал проходит по всем футбольным правилам. Сначала команда выявит сильнейших в четырех группах, а потом лучшие разыграют места на пьедестале почета. Финал намечен на субботу на стадионе «Волга». А теперь новости из большого спорта. Магомед Магомедов и Дарья Межицкая стали серебряными призерами командного чемпионата Европы под «Зюдо». По дороге в финал мужская сборная России победила Литву 5-0, Чехию 4-1 и Францию 3-2. В поединке «Стенка на стенку» за первое место самарец не смог помочь своей команде одолеть чемпионов мира и Европы сборную Грузии. Матч закончился с отсчетом 2-3. Россианки тоже добрались до финала и уступили польским спортсменкам. А теперь новость о золотом самарском пловце. Семен Макович поедет на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Так решил главный тренер сборной Сергей Колмогоров. Самарец дважды выиграл чемпионат России комплексным плаванием 200-400 метров. Кроме того, Макович примет участие в чемпионате Европы. Там у него есть все шансы выполнить олимпийский норматив на 400-метровке. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok